Мне кажется, мы друг с другом связаны нитью, понимаете? Нитью связаны. Нитью связаны. Ты скажешь, да какие любимые, я уже с ним замучилась. Вот если мне кто-нибудь, допустим, про меня что-то скажет в автобусе, да, чужой человек, да мне все равно. А если близкий скажет, не все равно. Поэтому нас Бог мучает через близких людей. Да понятно. Сначала Бог привязан к человеку, а потом уже через него судьба начинает отрабатываться. И есть два основных витка отрабатывания судьбы. Первый виток – люди поженились, у них больше счастья появилось в жизни, и в дополнение также больше страданий. То есть откуда страданий будет и счастья? От близкого человека. Он будет тебя и мучить, и давать тебе счастье. Близкий человек. И второй виток, как ни странно, судьбы тяжелой – это рождение детей. Они дают тоже счастье, и у тебя в жизни становится больше страданий от того, что рождаются дети. Не дают ни того, ни другого – значит, надо побеждать судьбу. Молитва – Бог. Нет детей, нет мужа – значит, Бог остался один. Думайте о Боге – все появляется и муж, и дети. Два часа молитвы каждый день, восемь месяцев. И все. Но если вы концентрировали внимательно, все. Вы отрабатываете свою плохую карму, и все появляется. В самом лучшем виде. Вы же развите и разовьетесь от этого. И Бог такого развитого и даст.